всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня я тут немножечко в разъездах и в продолжении новогоднего наряда и вообще в принципе нового года в общем я сегодня с утра ездила тут по делам по всяким в том числе кстати к стоматологу и у меня остается время до того как нужно забирать сыночка со школы у меня сходит на дополнительный английский язык поэтому я его забираю позже вот я решила зайти тут тоже в торговый центр посмотреть ну как я не то чтобы прям выбираю выбираю наряд я так прикидываюсь присматриваюсь скажем так вот и возьму вас с собой и кстати по поводу зуба сломанного зуба просто многие девочки из вас писали мне о том что у них тоже есть такая история так далее вот сейчас мне так как мне нужно будет ставить ну точнее я буду ставить на себе брекет-систему то коронку ставить в этом случае нельзя потому что брекет-система испортит эту коронку в связи с этим мне сейчас восстановили зуб за счет пломбы и все это удовольствие стоило мне 5000 рублей но в районе пяти там что-то 4 950 или что-то в этом духе или 4 650 4 650 вот стоило все это удовольствие конечно наковыряли и наживите меня губа немножко также эту пломбу делают ну то есть восстановление вот зуба за счет пломбы делают тем кто ну допустим вы финансово не можете сейчас поставить себе коронку да или какие такие но есть причины и допустим у вас по которым вы не можете поставить себе коронку и ставят временно вот такой как бы это временно то есть через какое-то время он не это пломба может отойти соответственно с ней нельзя грызть орешки но в общем желательно как вы не травмировать этот зуб в общем так это просто для тех девочек кто интересовался общей стоимостью зуба и всего остального и что вообще как у меня происходит после того как я сломала зуб что меня губа болит вообще меня там растянули как только можно в общем кошмар вот но наркоз уже почти отошел у нас сейчас на улице минус 3 но по ощущениям девочки все минус 10 потому что есть ветер и вообще мерзко холодно вот так что сейчас пойду в торговый центр присмотрю что-нибудь еще есть идеи по поводу украшения дома кое-какие тоже хочу посмотреть но не знаю что найду что увижу как говорится как говорится знаете у меня есть такая история я могу себе напридумывать и голове столько всего вот только это не продают мне кажется меня на самой что-нибудь решить не знаю ли что-то в этом духе потому что у меня идей фантазии ух вот а у тех кто шьет такого нет вот так что так в общем пойдем итак первый магазин который я зашла это магазин костин я очень сильно извиняюсь забыла заснять ценники поэтому скажу вам цены как помню скажем так но во первых мне не оставляет идея по поводу бордовой юбки почему-то мне очень нравится опять же нет ковриков примерочные я не знаю что происходит раньше все время везде были в общем вот такую юбку я себе выбрала это не то чтобы наряд на новый год просто мне почему-то нравится бордовые юбки единственное что здесь немного другая ткань эта юбка была на распродаже стоила напомню 580 рублей или что-то около того с красным ценником она была ткань здесь немножко другая то есть это не трикотаж я даже не знаю такая тянущаяся на самом деле очень приятная к телу ткань единственное что на мой взгляд это юбка это очень сильно полнит то есть у меня есть конечно животик но он не такой большой как выглядит в этой юбке но по крайней мере мне так кажется и поэтому я эту юбку не взяла несмотря на то что на нее была очень хорошая скидка вот но так юбка на мой взгляд симпатичная бадлончик это мой ну и вот я решила выйти из зоны комфорта и померить то что я никогда раньше не мерила и никогда раньше не выбирала во первых платья с блестками конечно же сейчас их полно во всех магазинах я всегда прохожу мимо но тут думаю ну почему бы нет тем более многие из вас писали что наташу надо выходить иногда из зоны комфорта то есть примерить что-то такое что никогда бы не одела на самом деле вот эти стразики не знаю я заказывала для ногтей с алиэкспресс они то были покачественнее чем те которые были наклеены на это платье я думаю после стирки половину отвалится значит это платье стоило где-то 2 500 2 700 что-то в этом духе размер с но на мой взгляд она мне великовато то есть как то вот но когда если сверху еще куда не шло то вот этот низ этого платья как-то мне вообще и вот эта резинка посередине до можно одеть пояс но вы знаете я поняла что пусть лучше будет блестеть у меня елка на новый год и второе платье стоило настолько же где-то 2 500 2 700 из такого очень приятного мягкого теплого бархата но вот это кружево по низу и оборванный вот этот край и я не знаю для меня как то вот ну ну я не знаю нет мне очень сильно не понравилось мне кажется дешевит вообще все платья не отдавать еще за такой наряд 2 700 нет хотя само платье вот вверх его сидит на фигурке очень хорошо мне очень нравится вот этот зеленый цвет я не знаю мне кажется у меня как-то даже освежает сверху так очень ну да мой взгляд вообще идеально села но то что внизу идет вот это кружево я не знаю я бы вот порола и вообще не знаю просто сделала прямое обычно такое платье но бархат очень классно очень качественно такой тоненький приятный к телу днем даже достаточно тепло то есть зимой не замерзну это точно дальше я решила померить такое платье свитер белого цвета тоже мне не понравилось как внизу то есть как будто бы растянутая и горловина у этого платья она сидит слишком плотно то есть слишком сильно надавливает вот на горло некомфортно хотя во всем остальном она мне очень понравилось такое не приталенное обычно прямое классно симпатично смотрится но вот этот низ он как бы как растянутый такой смотрится мне кажется немножко не очень ну и конечно же я зашла в свое любимое кафе буш и это как у меня отошел наркоз и мне можно было уже кушать я решила себя немножко побаловать скажем так в этот раз буш и очень люблю это кафе и не взяла себе творожную запеканку с малиновым джемом и конечно же капучино очень очень вкусно ну а дальше будем продолжать шопинг зашла я в магазин остин там конечно же тоже подобное платье блестки и пайетки все как обычно но мне очень понравилось здесь сочетание вот этих брюк то есть такие в клетку классические и вот такой свитер зеленый то есть оттенки камера сейчас передает правильно и вот это вот сочетание между собой она мне кажется очень ну такой прям очень мне понравилось приглянулась ну что я уже приехала домой заходила кстати магазин еще летуаль там тоже 50 процентные скидки есть вот но тот летуаль который около меня он на самом деле очень такой маленький с очень маленьким ассортиментом поэтому то что я хотела я там не нашла ну ладно хочу сделать заказ сделал заказ в интернет-магазине но еще последний магазин который я заходила гость он очень понравились брюки и вот это зеленая кофта сочетание очень симпатичная но надо смотреть как это все смотрится на мне я уже не успевал надо было бежать за детьми вот потом следующий раз заеду обязательно по мере вот и но сейчас пойду приготовлю быстренький быстренький ужин не знаю что надо что-то приготовить так как ужин у меня будет достаточно такой быстрый поэтому я взяла яичную лапшу которую приобретали в ленте кстати она безумно вкусная я не знаю вкуснее я реально не пробовала так что присмотритесь хоть она и не бюджетная и также я обжарила куриную грудку вместе с белыми грибами и с лучком все это сложила сверху и посыпала тертым сыром но вот это сама лапша она придает блюду я не знаю такую прям ой на самом деле она очень очень вкусная я ее всем советую если вы ездите в ленту обязательно возьмите хотя бы на упаковку попробуйте ну и на завтрак своим мужчинам я решила так сказать с вечера подготовиться я снова сделала вот такие булочки с яйцом немножко колбаски сверху сыр многим не рекомендовали делать их на батоне но так как у меня есть тесто я решила что пока буду делать на тесте пока есть так сказать запал такой правда мне на одной булочке яичко растеклось но ничего страшного вот и сделала еще вот такие ну как бы рулетики маленькие булочки вот с такими шоколадными каплями для выпечки я их уже показывала в покупках из магазинной ленты я их на самом деле очень сильно рекомендую если вы что-то выпекаете даже сделать просто обычные булочки и добавить туда вот эти капельки получается невероятно вкусно они внутри при приготовлении как бы расплавляются и получается как будто у вас реально выпечка с шоколадом я правда в этот раз добавила еще вот такую приправу кофе десертом там находится корица и поэтому придает такой ну небольшой аромат но вот эти капельки увидите обязательно возьмите для кексов ту же шарлотку поверьте получается блюдо такое более ароматное еще хочу ответить на вопрос там где я рассказывала что покупаю себе очки мне часто спрашивают какое у меня зрение зрение у меня не такое что плохое 175 и 15 то есть глаза у меня разные но за рулем то есть людей я увижу когда еду а вот знаки не прочитаю это точно точнее прочитаю тогда когда уже поздно что называется будет хотя у меня в правах нету пометки о том что я должна быть в линзах или в очках я как-то так получилось я этого особо не скрывала но меня никто не спросил я как бы не сказала что называется я покупаю линзы вот такие вот именно вот в такой коробочкой выйти купер вижу вот такие вот или вот такие вот очень мне нравятся эти линзы они кстати когда я покупала вот эти это я недавно купила я купил их в салон в салоне оптики вот эти в наличии часть чаще всего не бывает то есть их я в основном заказываю в интернете заказываю в линзмастере и потом у меня муж едет забирает их обычно я долго очень жду неделю или две то есть если я успеваю то я и заказываю вот эти потому что немножечко подешевле стоят в упаковке идут три штуки то есть мне хватает на три месяца беру сразу две упаковки вроде бы вот эти подешевле стоит мне почему-то кажется вот но вот эти то же самое мне кстати продавец сказал что они в принципе похожи вообще линзы это на самом деле исключительно индивидуальная история и я когда вы только начала носить линза то есть но в принципе я не так давно их нашу года три наверное где-то и я спрашивала вот у знакомых у кого-то какие марки вообще носят потому что когда я пришла в салон оптики мне измерили но обязательно нужно же знать радиус кривизны что-то такое да то есть видите вот здесь вот сейчас покажу видите вам радиус кривизны то есть вот эти вот буковки еще вот здесь вот на упаковке они тоже важны тупом радиус кривизны называть я не помню в общем бы с и чудо пвр в общем в общем это не просто линзы для очков за они должны именно подходить под ваш глаз еще если они чуть больше то они будут съезжать если они будут чуть меньше то они будут вызывать красноту глаз поэтому обязательно в салонах оптики обычно врачи вот эти которые проверяют зрение они по-моему бесплатно проверяют но мне проверяли бесплатно и когда я вот помню подбирала линзы то мне конечно же конечно же естественно мне дали самые дорогие в общем не на полгода я заплатила то есть на полгода нашу линзы на месяц который беру это самый удобный для меня вариант так вот мне на полгода я заплатила за них что-то 9000 или что такое то есть так было три года тому назад и эти линзы были жутко некомфортно берите в начале максимально маленькую упаковку но упаковки обычно три штуки если у вас оба глаза одинаковые то возьмите одну упаковку просто на пробу то есть получается третья линза но она будет как запасная или если они вам понравились вы купите еще точно такую же упаковку вот так вот я спрашивала у знакомых воду линз какие марки нравятся и все эти марки которые нравились моим знакомым не понравились мне линзы не должны вызывать боль в глазах и слезы в глазах просто мне одна девушка об этом писала это значит либо линза вам не подходит вообще то есть нужно другую марку брать прямо и проверять зрение может быть что-то вообще вам не так не подходит либо может быть туда что-то попало то есть сама линза грязненькая обычно вот когда вы приходите салон оптики подбирать себе линзы там вот ну по крайней мере мне объяснили как за ними ухаживать за линзами как их можно почистить потому что но я делаю макияж у меня часто попадает тушь и тоже это достаточно некомфортно так что обязательно прежде чем покупать линзы сходите к врачу так просто вы их не купите потому что еще эти диа диоптрии да какие-то без и не за что такое в общем там какой-то радиус кривизны еще чего-то еще чего-то в общем это все тоже нужно знать но вот мне нравится именно вот эти две марки я припробовала достаточно много и те которые вот совсем дорогие да и те которые подешевле в итоге остановилась я так понимаю что этих средняя ценовая категория то есть вот сейчас за 2 упаковки вот этих линз я отдала где-то три с половиной тысячи примерно вот так вот вот так что так что вот так вот вот дома я в линзах кстати не хожу сейчас тоже я уже не в линзах я только когда куда-то езжу то есть я могу в день несколько раз снять и одеть снять и одеть не знаю дома мне некомфортно в линзах ну плюс дома мне не надо никуда смотреть если я даже буду смотреть телевизор я просто одеваю очки и кстати у меня есть такие очки хочу вам показать я как-то в инстаграме выставляла фотографию правда давно давно с этими очками и привела к примеру помните такая была такой гусеница что ли она была корпорация монстров которые все время майк вазовский до которая в этот майк вазовский документы сдавал вот у него были очень похожи очки а вот такие вот у меня очки как вам не на меня не кстати нравится вот и я вот и в этих очках обычно дома телевизор смотрю или что-то в этом духе мне кажется прикольные очки может и дома не ходить есть раз такая на мой взгляд такая мерзкая становлюсь да вот такие вот у меня очки это кстати самая простая права линзы здесь хорошая оправа самая-самая простая вообще не знаю самая дешевая вам которая была но они мне очень нравятся симпотный вот почему так вот я надеюсь вам понравился такой влог сегодня со мной ничего не купила так я надеюсь вам было интересно и полезно оставлять свои комментарии не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх нет очень приятно всех люблю целую до новых встреч